Ребят, ну в курсе 8 мы с вами установили PHP. Зачем он нам нужен на, грубо говоря, Django сервере? Ну во-первых, в учебных целях мы будем ставить два сервера баз данных. Потом вы уже выберете в будущем. Мы будем ставить и MySQL сервер и Postgres сервер. Хотя предпочтительно Postgres. Но ведь у многих сегодня еще на MySQL кто-то хочет перейти. Поэтому надо запланировать научиться перевод баз данных. Ну, конечно же, удобнее работать с веб-страницей. То есть с PHP MyAdmin и с PHP PgAdmin. То есть и для одной, и для второй базы, чтобы у нас открывалось как-то... Ну, мы видели, как работать. Это удобнее. Хотя Postgres там, в принципе, все через командную строку. Но все равно будем устанавливать, потому что приятнее оно, когда видно. Поэтому нам надо PHP. И еще могут некоторые библиотеки, которым ставить будем, работать на PHP. Поэтому пусть он будет, хоть мы его практически использовать не будем. Наша задача была установить по продуктику, по продуктику и продвигаемся. Так, ставим, да? Обращаю внимание, для тех, кто начал с этого курса, этот... Курсы... Сейчас... Ой... Фее... Спасибо! Это... начинать надо sspb-tut.ru тут есть и поэтому с нуля и в джанга въедете в общем спокойно спокойно работаем сейчас я кроме этого для тех начался это видео дам вам в описании видео которое писал важное что приходят люди в школу и говорят мы не знаем с чего начать я дам вот это вот видео живая мощная методика как изучать языки программирования с нуля железно успешно видео длинная рассказал что и как делать